Идея возникла на результате поиска. Я попал в сильный духовный кризис, это было связано с тем, что потерял бизнес, и всегда, когда что-то теряешь, начинаешь искать причины, почему так произошло. И в процессе поиска я практически перевел всю институтскую программу по экономике, Дама Смит, там у нас до Кейнса дошел. И как-то исследовав, увидел, что Кейнс выразился в отношение у Сергея Гизеля, что будущее когда-нибудь возьмет больше у Сергея Гизеля, чем у Карла Марса. Отсюда просто заинтересовался, начал изучать, ну и в общем-то очень сильно проникся. А поскольку я такой человек практически, если что-то новое узнал, то хоть сразу же меня куда-нибудь внедрить. Вот, и у меня друг был один, ну и сейчас, конечно, друг, был, я имею в виду, у него были проблемы в сельском хозяйстве, я у него работал когда-то, потом мы расстались, вот, и мы как-то встретились, я говорю, что, как дела, он говорит, да вот проблемы там, кризис, засухи, зарплату не могу выплатить, уже четвертый месяц там работникам прокуратуры, мучается, позадолжится по зарплате, налоги подпирает, банки, в общем кредитами душат надо отдавать, сейчас буду племенной скот резать. А племенной скот мы брали, он был голландский, но через один сезон, через Россию, через Вологду, значит и через прибалтийские страны привозили скота, что такое 250 голов за, ну в общей сумме там по 20 млн рублей, причем он так привез и очень бережно перезимовал этот скот, там потери были, ну весь стельный был скот, двух телят всего потеряли, вот из общего поговоря, то есть он очень бережливо отнес и говорит, вот сейчас придется, говорит, скот резать, чтобы по кредитам рассчитываться. Я говорю, слушай, тут есть такая тема, вот и вкратце рассказал, он говорит, ну что, давай попробуем, он говорит, можно в рамки вписаться? Я говорю, ну вписаться, конечно, можно, но я говорю, у нас законодательство такое, есть зона, которая наше законодательство вообще не охватывает, да, и ну может быть там какие-то спорные моменты. Ну попробовали, все это очень интересно, мы там планы разработали, план плавной интеграции системы расчеты, там целая этапность была, ездили по отделениям, по паркам, со скотниками, со всеми встречался работниками, разговаривал, вот есть такой инструмент, который позволит вам, вы все равно берете продукты, питание, что-то еще, что-то еще приобретаете, вот если вы будете работать с пользованием так называемых товарных талонов, это все делать, объясняли, рассказывали, там положение сделали, заявления стали собирать, ну и вот стали смотреть, как это все работает. Но через год, и как бы все это мы сделали, поставили, я специально удалился, ну потому что, если ты что-то делаешь, там не нужно присутствовать всегда, просто, ну, чтобы видеть рост. Имея какую-то там системность, и внутреннюю модель рост, она всегда растет. Вот, через год я поехал, снял результаты, нарисовал графики, я и говорю, смотри, что получается интересно. Товарооборот вырос в шесть раз, долги по зарплате были полностью закрыты, значит, многие разные социальные эффекты начали выходить, ну, например, когда долго не выплачивают зарплату, работники начинают брать в долг там соседи у своих тех, ну, например, какие-то выплаты там социальные получают, там, медицинские работники, милиция, пенсионеры, вот они, бабушек занимают в долг. И если это очень долго продолжается, да, возникают такие, ну, по-русски, тёрке, на самом деле, ну, просто недовольство, да. Вот вроде бы работает человек и должен получать зарплату, чтобы рассчитаться по долгам, а зарплату не дают, и, в общем-то, рублей пока нет, ну, в общем, там, попытки, там, мешком муки рассчитаться не всегда присутствуют. А тут раз, и эта долговая каутина снялась, вдруг неожиданно. То есть люди стали понимать, что можно, оказывается, подлагами считаться. Вот. А она снялась, а поскольку, как бы, на фоне того, что рядом живут соседи, они увидели, что у соседей ничего не меняется, а у них, в общем-то, какие-то небольшие были мелкие проблемы, но они действительно мелкие, но они определяющие, кто мелочь не играет важную роль, а они решают просто всё. Ну, стал такой, возник некий такой корпоративный дух внутри. Вот. У соседей там задолженности по зарплате возбуждается дела по невыплате, а тут вроде бы всё хорошо, всё нормально. Ну, и вот так вот всё, больше мы ничего лишнего делать не стали, мы просто взяли, вот разобрали теорию Сильвия Гизеля, внедрили суть, посмотрели, как она работает. Она работает. Вот сейчас вот у нас идут разборки с прокуратурой. Ещё самое, что интересно, местная власть неожиданно стала на сторону, на нашу сторону, администрация района. А устно прокурор района сказал, что, ребята, извините, я исполнитель, свидетельствует только пока республиканской прокуратуре. Вот. Ну, видимо, может быть даже оно и к лучшему, потому что, чтобы освещать информацию, да, нужно на это что-то, я не знаю, невообразимо иметь, да, какой-то очень большой ресурс, а всегда такого рода события, они освещаются просто бесплатно, да, а нам нужно обсуждение, на самом деле, общественное обсуждение. Давайте задумаемся, как мы где живём, в каком пространстве, чем мы пользуемся, почему вообще причины кризиса не обсуждаются, не выясняются, да, давайте вот в этом разберёмся. А в чём, собственно говоря, причина кризиса современного мирового, да. Ну и тут вот, я считаю, всё, что ни делается, всё к лучшему. Мы со своей стороны ничего не делаем, те журналисты по факту публикаций, которых СМИ возбудило, прокуратура возбудила дело, они очень сильно обиделись на прокуратуру, позавчера вышла очередная их публикация, где они, в общем, наезжают на прокуратуру уже теперь, вот, ну, пусть это как идёт, так идёт, но пока так оставляю, потому что всегда есть формы, ну, на тот период времени были нам не видны, что они там легитимные, да, но сейчас мы видим, что есть формы легитимные, например, формы потребительского кооператива, вот, в которых можно испорить те же самые принципы, и это будет вполне себе законно, да, в рамках законодательства. Ну, вот пока так. Ну, получается, Ваш ООО, какие-то другие моменты, какие-то другие тонкости есть, да, в Вашем случае? Ну, в нашем случае мы применили нормы Гражданского кодекса выплаты 20% оплаты, да, мы же не всю заработную оплату выплачивали, да, а 20% всего, вот, в неденежной форме. А остальные 80? Остальные 80 рублями. Просто, смотрите, смысла нету там полностью переходить там какие-то, мы же не на массе живем, да, в Российской Федерации, тут, понятно, государственная валюта рубль. То, что Центробанк не справляется со своими функциями, да, это мы видим, но это же не должно нас лишать, скажем так, возможности самоорганизовываться, да, чтобы что-то сделать. Вот мы посчитаем, что 20% компенсация каким-то учетом инструментов, да, за счет внутреннего употребления, этого достаточно для того, чтобы высвободить часть ресурсов на производственную деятельность. Вот. Да, действительно этого достаточно. Ну, вот так вот мы считаем. Вот в пределах 20% всего это было. То есть он, получается, на 20% должен купить продукты, как вам, если рискиного остаются? Нет, он ничего не должен. Это очень добровольная система. Если ты хочешь получать зарплату, да, там, вот в товарных талонах, в рублях, просто не всегда бывает такая возможность, есть кассовые разрывы. В сельскохозяйственных производствах есть производственный цикл. Самый короткий из них, там, год, например, да, в растении и водстве. А если полный производственный цикл, там, пять лет, да, из них покороче три года это восстановление селооборота. Понятно же, что они очень длинные, но в результате в течение года, там, не получается так, что, там, у тебя ежемесячно, допустим, уйдут какие-то доходы, как в торговле, да, или, как там, на фабрике какой-нибудь, где очень равномерное и сезонное потребление, без влияния сезонных факторов. Там, понятно, весной засеялся, осенью получил урожай, продал, там, если все нормально, она представляет, где мне деньги поступят. Вот. А все это время, все это время, да, и они поступят, они сразу же разлетятся. Потому что, этому отдай, второму отдай, пятому отдай, этот давал в долб, там, еще чего-нибудь, да, там, этот давал в долб. И они, как правило, разлетаются. Зарплату надо выплатить. Вот. Это такая же налог, как с талонами в 90-х годах, получается, да? Нет. Аналогия с чем? Товарные талоны – это не талоны 90-х годов. Мы вынуждены это так назвать, потому что все другие формы просто законно напрямую запрещены. Вот и все. Если вы откроете, там есть гражданский кодекс, есть закон на центральном банке, там есть прямо название. Боны, купоны, чеки, расписки, долговые расписки, они просто запрещены. Просто название, да? Да. По документам, какие документы нужны, чтобы начать? Какие там? Ну, мы применяли норму гражданского кодекса, 131-я статья, 20% к нему мы издали положение от аварных талонов, которое регулировало работа этого учетного инструмента. Мы назвали это учетным инструментом. Мы утверждаем, что это не денежное средство, и его даже сравнивать невозможно. это учетное средство, перераспределение, как говорили, ресурсов. Вот. Значит, заявление от работника, соглашение о форме оплаты от службы. Все добровольно. Кто хочет, тот и… Добровольно, да, уверяется. Но со временем вся организация перешла… Нет, есть, конечно, люди, которых категорически не хватит. Их там два или три человека. Вот такое всегда присутствует. Сколько вас в стиле, да, где все участники вот этого процесса, они должны все равно как-то приближены друг к другу в городе, и это вообще возможно? Я думаю, что это возможно на любой территории. Вопрос какой? Пока не будут созданы среды для появления таких вариантов, конечно же, будет сложным. В городе, возможно, в рамках, я считаю, потребительского кооператива, конечно. Но это надо все очень аккуратно к этому вопросу подходить, считать, смотреть для того, чтобы, ну, наверное, это все заработало. Потому что это было, а, вот придумали. Надо знать, откуда вход, откуда выход. А если есть, допустим, текущая валюта, как она будет самодействовать, понятно, что вот у такой формы, да, расчетов есть, ну, скажем, отсутствует то преимущество, которое есть у кредитных денег. Кредитные деньги можно сберегать. А если они вдруг обращаются без всяких на то ограничений друг с другом, да, то всегда будет стремление перейти в кредитные деньги. Всегда. Вот поэтому мы утверждаем, что нет никакой конкуренции. Но, грубо говоря, если старейшие вот учетные инструменты сравнивать вообще с деньгами и давать человеку выбор, всегда будет выбирать то, что имеет больше преимуществ. Ну, так уж просто сложен человек. А какие подводные камни могут сядиться на пути вот этого создания? Так что власти вообще очень, да, власти не интересованы в такой... Наоборот, власти наоборот заинтересованы, да. Для них главное, чтобы человеку было хорошо. Это сейчас уже чувствуется, на самом деле, да, чтобы... Особенно местные власти, потому что им очень много сейчас отдают в управление, да, а по деньгам, говорят, тоже собирайте сами. Проблем очень много, на самом деле. Мы это видим, потому что, ну, собственно говоря, политическая ситуация, так близка к нестабильной, скажем, да, социальная напряженность растет. Я вчера выхожу, например, в интернете набираю слово бартер. На Enter нажимаю. Три года назад было всего там пару сайтов. А сейчас этих сайтов там просто немерено. Это говорит о том, что тенденция-то идет, значит, те процессы, которые были, так называемая рецессия, да, прошла там. Повышевал очень много игроков, ну, имеется в виду, там, предпринимателей, да, которые все-таки еще как-то пытаются жить, но переходят уже в неденежную форму расчетов. Прямые натуральные обмены. Но это все равно должно быть какое-то крупное предприятие, которое что-то производит, да? Или это может быть по-разному? Это может быть по-разному, то есть надо как бы к конкретному случаю подходить конкретно. Есть вероятность, что в ближайшее время будет появляться очень много электронных систем подобного рода. Вот одной системой мы занимаемся. Аспирин, да? Да. Вкратце тогда тоже. Аспирин, что такое? Ну, аспирин это, грубо говоря, агентство стимулирования предпринимательских инициатив, ресурсов и инноваций. Ну, это прям по приоритету. На самом деле, аспирин выдал сейчас вот концепцию свободных расчетов, в которой мы попытались внедрить в принципе Сильвию и Гизель только не в сами деньги, а в расчеты. А электронные деньги остаются, ну, как с деньгами по ощущению, да? Там просто применяется, например, в такой режим, как финансовая амортизация к расчетному счету. Где каждый месяц просто будет происходить списание с остатков денег на расчетном счету. Но там другие прелести. Там отсутствует, например, всякого тарифа на транзакцию, да, которая сейчас присутствует. Там система заимствования, не буду говорить кредитования, она беспроцентная, да? За исключением того, что там будут взыматься 2-3% комиссии за ведение заемщиков. Ну, понятно, что по заемщикам нужно собирать документы. Буквокерия, да? Да. Мы считаем, что очень большой экономический потенциал есть на рынке в размере от 3% рентабельности до 15%. То есть бизнес-проектов, которые могут дать годовую рентабельность, да? А это как раз тот сектор, которому, наверное, мы можем быть интересны. Мы понимаем, что эта система не будет работать, если у нее будет очень мало участников, если будет отсутствовать разнообразие. Поэтому мы сейчас занимаемся в большей части созданием среды. Мы всем рассказываем о синвегизоре, об этой системе, потому что я считаю, что среда должна быть создана, она должна хотеть, да, появление такой системы. А сколько человек уже завел участников, чтобы принять аспирин? Я не понимаю. Сколько разромочек? Нет, сколько участников, которые хотят вступить в аспирин? Ну, вот в эту систему. Мы вообще не считали. Сколько? Ну, уже нагревает. Не открывали входов. Я просто знаю, когда их количество начнет очень резко увеличиваться. Во второй половине двенадцатого года. Это уже, должна уже вступить вот эта, да, фаза именно? Ну, как раз, в тот момент, когда пойдет, как сейчас ты говоришь, вторая главная кризиса. То есть эта система будет работать в основном во время кризиса, да? То есть люди... Я считаю, что запуск этой системы должен происходить синформально кризисом. Просто синформально не раньше, не позже. Если рубль, как Вы все-таки нанализируете? Возврат? Это, наверное, больше не процесс национализации. Это, наверное, процесс возврата суверенитета. Финансового суверенитета. Что тоже важно? Ну, смотрите. Для нас, на самом деле, важно, чтобы не рубль национализировали, вот ты по-честному, да? Для нас снятие монополий. Вот это важно. И это, кстати, процесс идет во всем мире. Вот везде, да. В Бразилии власти субсидируют появление местных валют. Какие-то преференции в Америке для местных валют. В Канаде снято налогообложение, там, с тех, кто выпускает местную валюту и не пользовался там. В Австралии снят НТС с определенной суммы оборота в летсистемах. Более 50 уже местных валют в Германии, в Европе. Это очень быстро, кстати, развивается. Ну, понятно, что проблемы нарастают. И когда люди говорят, мы сами будем решать свои собственные проблемы, и при этом у них нет претензий на суверенитет, да. А многие же пытаются за уши притянуть, что если ты создаешь валюту, значит ты занимаешься депаратизмом. Вот нет такого желания, чтобы Муратову выстраивать таможенные пункты, создавать свою армию. Вот нет. Есть большое желание просто жить. Вот. Странная ситуация. Вот на самом деле она исходит из монополии. Если будут приняты соответствующие поправки в закон Центральном банке, я думаю, хотя бы вот этот первый шаг он позволит людям сорганизовываться. Более того, можно будет даже законодательно принять какой-нибудь верхний законодательный акт, который может регулировать выпуск местных валют. И тогда в этом смысле можно делать масштабирование, если они будут, грубо говоря, выпускаться по единому правилам. Никто не хочет там полноценной какой-то власти, там, армии и всего остального. Это глупости все. Так, а это вообще по затратам, ну, были какие-то затраты в шлемурату вообще? Ну, естественно. Затраты, надо сразу понимать, что затраты будут на изготовление раз, да? Пять тысяч рублей, что ли? Ну, да. Ну, вы знаете. Видите-ка, они же мусорят все это хозяйство, хотя бы сенсацию превратить. Ну и затраты, естественно, учет, да, если это выделяется там человек, который будет этим заниматься, их учитывать, считать, они должны вестись как-то отдельно, потому что это больше как товарная группа. Вначале провели собрание, сказали, что так и так, чтобы как бы облегчить себе жизнь, ведем такую систему, да? Или как у вас все это начало было? Учение проходило, да, беседы? Да, мы со всеми переговорили, поговорили. По процедуре там собрание не требовалось, но мы это сделали. Мы поговорили, ну, почти с каждым работником. И вот так в ручном режиме проголосовали за, против, ну, просто было понятно, если так дальше будет, например, развиваться, то мы скоро увидим обарные звонки там на, грубо говоря, на ферму, да? Ну, собственно говоря, что туда ходить? Ну, можно прийти, там, шифер оторвать, там, нанести себе на сарай, там, еще что-нибудь. Ну, вот люди как бы увидели эту перспективу, поскольку они ее уже проходили, да? Ну, и вот при этом вдумались и поняли, наверное. То есть они показывают перспективы, да? В чем? Конечно, то есть мы говорим, мы упрощаем учетную систему. Вы берете продукты питания в магазине, да? Записываетесь в тетрадку. Мы это дело хотим упростить, вы получите товарные талоны, и на них вы возьмете продукты питания. Без тетрадки? Без тетрадки. Вот и все. Вот, немножко переместили тетрадку в бухгалтерию. Немножко вот коррекцию в учете. Это же внутри предприятия, как говорится, оборот был. То есть в Шаймуратов был такой идеальный случай вообще, вот предприятие есть, магазины. Почему идеальный случай? Случа никогда не было, это идеальный был всегда божественный. Ну как, ну идеальный, да? Правильно. Кажется. И в случае Бог изобретатель Пушкин так же. Да. Ну, на самом деле я скажу больше, что вообще эта тема альтернативной финансы, я только что на совещании, на одном покрупном, а исламские банки хотят назвать альтернативной системы. Альтернативной системы их достаточно много, да? Это... Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...